Хлеб и пулочный зель ограничиваем, сахар ограничиваем, сладости тоже, картошку убираем. Эмма Глазкова к своему здоровью старается относиться ответственно. Диспансеризацию не пропускает. Экстренные заболевания, они в это и являются при диспансеризации. И диспансеризация, когда флюорографии ходят обязательно, а так ведь не каждый идёт на флюорографию, а тот вынужденный. Поэтому хороший это метод определения здоровья человека. В течение дня только в 10-й поликлинике медики обследуют полсотни пациентов. По диспансеризацию здесь выделили отдельное крыло здания, чтобы разделить потоки больных и здоровых пациентов. Чаще всего жалуются на боли в животе, боли бывают в молочных железах. Бывает, что очень часто скачет давление. Сейчас тоже очень много людей, меньше чувствительных, пожилые люди. Диспансеризация начинается с опроса. Это помогает выявить риск развития заболеваний. Затем анализы крови, флюорография, приём у терапевта. При подозрении на тяжкий недуг пациента направят на доп. обследование к узким специалистам. Было же раньше раз в три года, а сейчас идут без определения возраста. То есть каждый может прийти и пройти после 40 ежегодно. Но с 18 до 39 там идёт градация диспансеризации или профосмотра. Это разные объёмы, но в том числе в любом случае каждый человек любого возраста может пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. В прошлом году медики Удмуртии впервые перевыполнили план по объёмам диспансеризации. Здоровье проверили рекордное число жителей республики – почти 250 тысяч человек. До обследования вне рамок диспансеризации, то есть когда у пациента есть какие-то дополнительные жалобы, в 2019 году были направлены 77 тысяч человек. Если говорить об онкологии, то было выявлено 521 заболевание. Кроме этого, выявлено более 10 тысяч случаев заболеваний системы кровообращения. Это около 7 тысяч артериальных гипертоний. 624 случая сахарного диабета, более 1000 случаев обструктивной болезни лёгких. В этом году на диспансеризацию медики ждут не менее 270 тысяч жителей республики. Пройти медосмотр можно в поликлинике по месту жительства. А работодатели для этого обязаны предоставить своему сотруднику выходной. Александр Демидов, Юрий Зеленький. Новости.